Депутат Мособлдума Николай Черкасов побывал в Щелковском лицее номер 7, встретился с родителями и учителями, провел обсуждение будущего строительства нового учебного корпуса, который планируется возвести рядом с лицеем на улице Шмидта, в нем смогут учиться более 270 детей. Проектировщики разработали документацию, в соответствии с которой в новом трехэтажном здании оборудуют учебные классы, общешкольные помещения, спортивные, актовые залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты. На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки, места для отдыха. Также будет выполнено комплексное озеленение всей пришкольной территории. Объект будет построен с учетом современных требований по доступности для маломобильных групп населения. Решили выслушать именно тех, кто заинтересован, кто поддерживает этот проект строительства школы и кто действительно готов аргументированно доказать необходимость и объяснить важность строительства именно этого объекта для городского округа Щелково. Поэтому сегодня мы пригласили, скажем, инициативную группу, хотя она получилась достаточно большой. Очень много желающих и людей понимающих и живущих в непосредственной близости. На встречу с депутатом Черкасовым пришли активные сторонники того, чтобы школьное здание было построено как можно скорее. Я считаю, что это очень большая необходимость, потому что школа переполнена, классы переполнены. И очень тяжело, знаю, уже на своем опыте с ребенком, когда уроки заканчиваются в 6.30 вечера, а нужно успеть сделать домашнее задание и хочется еще отдохнуть. Хотелось бы, чтобы в час дня они заканчивались. Выбор тут очевиден. Мы должны сделать вклад в наше будущее, в наших детей. Нам нужна эта школа, потому что микрорайоны расширяются, лицей переполнен. Мы столкнулись с тем, что у нас у детей сейчас в пятом классе некоторые уроки проходят в актовом зале, дети пишут на коленях. В лучшем случае в библиотеке тоже. И не хватает кабинетов. На встрече депутат Черкасов рассказал, что проектирование и строительство школы осуществляется в рамках национального президентского проекта «Современная школа». Проект получил положительное заключение МОЦОБЛ госэкспертизы. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.